Президент России Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки россиян в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Это произошло в рамках онлайн-совещания с главами регионов в режиме видеоконференции. Из своей резиденции в Новоогорёво глава государства призвал губернаторов позаботиться о здоровье и безопасности людей, а также обеспечить устойчивость экономики, сохранить занятость и доходы граждан. Общей неотложной задачей объявлена повышенная готовность медучреждений. Необходимая федеральная поддержка на эти цели уже выделена и поступила в регионы. В том числе более 33 миллиардов рублей направлено на развертывание дополнительных специализированных полностью оснащенных коек в больницах, инфекционных отделениях. Кроме того, уже в апреле в регионы начнут поступать реанимобили и машины скорой помощи, а также медицинская техника, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких. На эти цели из федерального бюджета направили 13 миллиардов рублей. Медицинские специалисты, которые работают с больными коронавирусом, с апреля по июнь получат дополнительные выплаты. Врачи – 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и врачи скорой помощи – 50, младший персонал – 25 тысяч рублей. Такие специалисты находятся на передовой. Поэтому будем исходить именно из этой терминологии, из этой ситуации. И будет правильным принять еще одно решение. А именно установить для них повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета. Так, как это сделано для личного состава вооруженных сил России. Глава государства также объявил о мерах поддержки бизнеса. Для пострадавших предприятий малого и среднего бизнеса решено распространить отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев. Во-вторых, задолженность по налогам предпринимателям разрешат гасить ежемесячно равными долями в течение не менее одного года после окончания отсрочки. В-третьих, в пятидневный срок правительство страны подготовит программу дополнительной поддержки бизнеса. Она должна позволить компаниям максимально сохранять занятость и доходы сотрудников. Поддержку государства получат и простые граждане. Вчера подписал указ о начале дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский капитал по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Включительно. Такие выплаты будут осуществлены уже в апреле, а также в мае и июне. В июне на месяц раньше срока начнут выплачивать пособия семьям с детьми от трех до семи лет. Также компенсационные выплаты получат и те, кто временно признан безработным. При этом не будут учитывать уровень прежнего дохода. Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после первого марта этого года, в апреле, мае и июне начислят пособия по безработице автоматически по верхней планке. В размере минимального размера оплаты труда 12 130 рублей. Кстати, в Московской области эта выплата доведена региональным правительством до 15 тысяч рублей. Семьям, где родители временно безработные, в течение трех месяцев дополнительно будут выплачивать по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка. Глава Белого дома Михаил Мишустин сообщил, что новый пакет мер поддержки экономики и здравоохранения по итогам поручений президента будет готов не позднее, чем до конца этой недели.